Начиная встречу, Рустам Мусин отметил, что за последний год количество предпринимателей в Краснокамском районе увеличилось. На сегодняшний день 532 человека работают на себя и оказывают услуги населению. Однако такое популярное направление, как придорожный сервис, развит слабо, хотя все условия созданы. У нас трасса большая, у нас Нефтекамск, Дольтюлей, в сторону Калтасов, в сторону Утмуртии. Вот четыре направления, такой роскошный по трассе, ни у кого, наверное, нет. Вот это направление надо раздевать. А очень слабо внутри района, такого сервиса по трассе, я скажу, не так, чтобы можно было зайти, чтобы был какой-то кафе, чтобы был туалет, нормальный, тёплый, так ведь, чтобы остановиться отдохнуть. Таких пунктов для отдыха в Краснокамском районе единица, поэтому администрации района было выделено 6 точек для реализации проектов придорожного сервиса. Два земельных участка в Кориевском и Шушнурском сельских поселениях уже сегодня ждут своих инвесторов. Но в нынешних экономических условиях предприниматели боятся рисковать. Да, мы готовы, допустим, я знаю, что у многих, я знаю, интерес есть, потому что из-за дороги кормила, люди всегда стояли возле дороги, да и иногда в районах приезжаешь, возле дороги, картошку кто-то продает, то есть это всё понятно, это действительно хороший бизнес, то есть это выгодный бизнес, ну, надо какую-то, я считаю, более активную поддержку. Далее поговорили о предусмотренных мерах поддержки. Заместитель главы администрации по инвестициям и предпринимательской деятельности отметила, что на сегодняшний день в республике более 30 направлений субсидирования бизнеса. А так как придорожный сервис – это достаточно большие вложения, то выгоднее всего попасть в программу приоритетных проектов. Чтобы получить, присвоить этот статус приоритетного проекта, требования к вашему проекту следующие. Объём инвестиций для проектов вдоль республиканских, межмуниципальных и местных дорог должен быть не менее 20 миллионов рублей. Формируется определённый пакет документов, куда входят и бизнес-планы, выписка из ЕГРЛ, ЕГРИП, документы, подтверждающие наличие не менее 10% собственных средств по проекту. Также в Краснокамском районе разработана и активно реализуется муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего бизнеса. За время её существования по шести разным направлениям получили субсидию 157 субъектов на сумму более 50 миллионов рублей. Предоставление субсидии, как уже известно, осуществляется на конкурсной основе. Здесь максимальный размер субсидии по одному из видов финансовой поддержки составляет 500 тысяч рублей. Максимальный размер субсидии по нескольким видам финансовой поддержки составляет 1 миллион рублей. То есть можно подаваться по двум, по трем. Для реализации проекта собственные средства необходимы. Поэтому в завершении встречи о своих услугах и выгодных предложениях предпринимателям рассказали представители банков. Анастасия Демирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей». Продолжение следует...